всем привет добро пожаловать на мой канал и сегодня мы свяжем вот такую торбу ручку моя торба имеет прямоугольное донышко у нее также вязаная ручка и утяжка чашка это просто нити да я вяжу из пряжи которая позволяет использовать одну нитку в качестве утяжки начнем сушку которая свяжу я она будет полностью из пряжи будет связана ручка у нее будет связанная утяжка и это все будет сделано из пряжи пряжа у меня бисквит опять-таки это пряжа первичного производства но она нарезана только у одна и поэтому она не вытягивается именно такую пряжу я рекомендую использовать для сумок и тем более для ручки то есть если вы свяжетесь первички которые нарезаны по спирали и соответственно которые растяжение она вытягивается деформируется то вы рискуете в процессе носки получить деформируемую ручку то есть она вас вытянется это сто процентов там через месяц через два из такой пряжи ручка конечно чуть-чуть под вытянется но это будет не критично я хожу например в такой сумке уже полгода и с ручкой совершенно ничего не случилось да но если вы опять-таки боитесь сделать вязанную ручку вы можете посмотреть на сайте пряжи центр кожаные ручки ручки цепи или утяжки кожаные у них есть практически все итак давайте начнем данная сумочка вяжется прежде всего из дна то есть сначала нужно связать дно я вяжу прямоугольное дно я вяжу самое обыкновенное первоугольное дно поворотными рядами сначала набираем за 17 петель набрала 18 петель и дальше я вяжу за перемычку ряд столбиков без накида начинаю со второй петли 1 пропускаю и должно получиться 17 столбиков без накида а 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 и Продолжение следует... Последнюю петлю я тоже сюда провязываю и не делаю здесь вислов. Дальше делаю подъемную и разворачиваю. Я вяжу поворотными рядами, но в данном случае я пропускаю первую петлю. То есть дальше у нас пойдет по 16 столбиков без накида и одна подъемная. То есть 17 будет первая наша петля. Тем самым у нас получится ровный, не зубчатый край. Продолжение следует... Продолжение следует... Петля подъема, поворачиваю, отступаю от первой петли и продолжаю вязание. Когда вы отступаете первую петлю, то у вас конец предыдущего ряда получается немножко другим, поэтому не забывайте вот эту петельку тоже провязывать. Сейчас я дойду оттуда и покажу. У меня, кстати, цвет горчицы пряжи. Поэтому будет очень популярен. В принципе, уже популярен. Вот у меня осталась последняя петелька, которая в предыдущем ряду. Она была воздушная подъемная петля. Я ее тоже провязываю. Как видите, краешек получается без зубчиков. В данном случае нам нужен именно такой краешек. Его удобнее будет обвязывать. Воздушную петлю подъема, поворачиваю и провязываю еще ряд. Таких рядов я свяжу 10. Всего 10. То есть донышко будет состоять у меня из 10 поворотных рядов. И здесь 16 петель столбиков без накида и 1 подъемная. Всего 17 петель. Если вы будете взять и другой пляжи, у вас будут, конечно же, другие расчеты. Потому что вся пляжа разная. Хоть и она всегда заявляется производителями 7-9 миллиметров, все равно возникает разная. Поэтому считайте уже тогда сами. В итоге я связала 9 рядов. Всего. И на этом решила остановиться. Мне кажется, это будет достаточная ширина. Дальше переходим на уже обвязку нашего донышка по кругу. Но я буду вязать по спирали обычными столбиками без накида. То есть никаких петель подъема, никаких соединительных петель. В данном случае я вяжу все из одного цвета и одним рисунком. И поэтому это совершенно не критично. То, что вязание будет сделано по спирали. Сразу перехожу к обвязке края. То есть вот в эту же петлю, откуда у нас выходит последняя петелька, я делаю еще одну. И затем в каждую крайнюю петельку делаю по столбику без накида. И так далее. Встречаю. если честно даже не считаю их количество потому что совершенно неважно в руках я делаю по два столбика без накида в одну и ту же дырочку это нужно для поворота дальше в каждую косичку опять по столбик без накида и 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 снова два в углу и 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 Продолжение следует... Делаю обвязку до конца и перехожу на вязание по спирали. То есть в каждую петлю я делаю столбик без накида, без всяких петель подъема или соединительных петель. И так на ту высоту, которая нам нужна. Продолжение следует... Просто в каждую петельку за обе полупетли самый обыкновенный столбик без накида. Давайте я провяжу чуть-чуть и покажу вам, как получается. Я провязала несколько рядов и покажу вам, что получается. Так выглядит сумка изнутри, а вот так выглядит донышко снизу. То есть вот эта часть связана поворотными рядами, а дальше идет обвязка по спирали. В данный момент у меня провязано где-то 5 рядов. То есть мы вяжем на ту высоту, которую нам нужна сумка. Останавливаемся там, где мы хотим ставить кольца, потому что в данном случае у меня не разъемные кольца. Их придется вставлять во время вязания. И потом провязываем еще 2-3 сантиметра. Я провязала 17 рядов по спирали и подошла к тому месту, где у меня будет вставлено колечко. Кольца у меня не разъемные на этой сумке, и поэтому их нужно вставить в момент вязания. Я вставляю кольца сбоку. Сейчас она у меня поместится в кадре, я вам покажу. То есть вот это вот бока, вот они. И вот здесь вот будет по два кольца. Раз, два. Они будут противоположны друг другу. Так как я вставляю колечко, я его просто прикладываю и продолжаю вязать обычные столбики без накида. Три столбика без накида в кольце. И дальше уже продолжаю вязание обычно вне кольца. До противоположной стороны и на противоположной стороне я вставляю второе колечко. Второе колечко вставляю точно так, с противоположной стороны. Довязываю ряд стаканов. Хотя мы здесь вяжем по спирали и очень сложно понять, где у нас ряд начинается, где заканчивается. Но фактически у него все равно было начало. И потом свяжем еще один ряд поверх этих или даже два. Как завершить вязание? Ну, для начала нужно определиться, где. Помните, мы начинали обвязку донышко с угла, да? И поэтому завершаем его тоже в этом углу. Вот я дошла до этого угла. Здесь у меня кольцо, но у меня, в принципе, с каждой стороны по кольцу. Провязываю петли последней. Дальше возьму крючок поменьше. Вот этот конец у меня, например, номер пять. И провяжу еще одну петлю. Для того, чтобы у нас не было ступеньки. Здесь будет как бы просто маленькая петелька, которая будет затянута потуже, чем все остальные. Вытаскиваю нить подлиньше. Обрезаю. Все аккуратно. Ну и дальше делаю соединительную петлю с краем. Я уже показывала видео по таким петлям. Сюда. И сюда. Петельку затягиваю потуже. Вот вы можете посмотреть. Здесь практически ничего не заметно. Тем более это будет угол, который вот так вот в дальнейшем сложится. И у вас никаких ступенек. Вы видите, он не умещается в кадр. Но у меня не видно никаких ступенек. Нитку я потом заберу. И спрячу на изнанке. Так. Сумка почти связана. Того кусочка, который остается от моточка, вполне должно хватить на ручку. Да. Я рассчитываю торбу из расчета 2 марка пряжи. И ручку я сейчас сделаю самую простую. То есть просто сделаю ее на кольце. Не буду делать никаких карабинов. Это будет самая простая ручка. Так. По краю кольца я набираю 5 столбиков без накида. И вяжу точно так же, как мы вязали донышко. Поворотными рядами. И вяжу 4 столбика без накида. И так я вяжу на ту высоту, которая нам нужна. То есть длину нашей ручки. Не забываем провязывать последнюю петлю. Опять воздушную петлю подъема. Разворачиваем. Первую петлю отступаем. 4 столбика без накида. Такая ручка будет мягкая. И она совершенно не давит на плечо. Очень удобная. Мне нравится намного больше, чем всякие ручки цельпи. Или ручки из кожезаменителя. Или из кожи. Мне нравится мне такая вязаная ручка. Ну и так вяжем на ту высоту, которая нам нужна. Вязаную ручку прикрепляем с другой стороны к противоположному кольцу. Так. Какой? Какой? Нажимаешь я. Прямая на ту высоту. Так. 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 все теми же обычными столбиками без накида дальше прячем кончики вставляем утяжку и сумку готово вот я установила утяжку установила наконечники можете посмотреть у меня еще используется стопор можете посмотреть какая она внутри кому понравился мой мастер-класс ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал спасибо за внимание